Девочки, привет! Сегодня буду делать для вас, наверное, жизнеутверждающий расклад, хотя посмотрим, как там фишка ляжет. Поговорим на тему, хочет ли вас вернуть мужчина, если произошло расставание, если вы понимаете, что он соскочил к другой женщине, невозможно, или там какая-то ситуация, посмотрим, что там у мужчины происходит. Давайте посмотрим, что в личной жизни происходит сейчас на данный момент, и хочет ли вернуть, чтобы мы уже четко понимали, есть нам смысл как-то ждать, смотреть расклады, или пора уже разворачиваться в сторону новых отношений, а то он придет, а вы занятая. У меня сейчас вот буквально предыдущий расклад был как раз о том, что мужчина вернулся такой весь на коне в доспехах и прочее, осознал свои грешки, пришел с повинной головой, а там женщина в шоке, потому что она уже давно с другим человеком. И, в принципе, достаточно неплохо все для нее складывалось, да, и как спойлер скажу о том, что совет от высших, бросай всех и жри своей жизнью. Так, вот такая вот очень интересная позиция, я еще у нас не была пока... Все, чувствую, что сейчас у нас такие болтуны выйдут на связь. Король Пентакли первый вариант, второй вариант король чаш, третий вариант король мечей, и четвертый герой-любовник король жезлов. Но я сейчас как-нибудь для себя обозначу, чтобы я их не попыталась перепутать. Женатый, кудрявый... Так, как короля мечей обзовем? Злой, да? Женатый, кудрявый, злой сейчас обозначил. И герой-любовник. Да, ну король мечей не всегда злой, но они чаще всего такие... Да, грубит с плеча, женатый. Ну что, женатый-то? Ну или человек там старший по возрасту. Женатый, кудрявый, злой, герой-любовник. Далее чем, да? Прозвище. Первый вариант. Первый вариант. Так, ну с чем поработаем? Посмотрим, что у него там в жизни происходит, да? Ну что там у человека? Вот ты ушел, прекрасный персонаж наш, да? Пентакли, что там у тебя происходит? Сейчас, зараза. С чем связано это счастье твое? Так. Вроде как праздник этой жизни не получается, но оно вроде как ему и не надо. Но надеялся-то, конечно, что женщина праздник жизни-то ему устроит. А может, и не женщина-то, кстати. Потому что я как таковую эту даму не вижу. Может, он один пока в гордом одиночестве? Ну не сказала бы я. А тут, скорее всего, знаете, человек выходит... Может быть, с вами были такие отношения, как-то, знаете, ну выяснение отношений все-таки, да? Выяснение отношений. Вот, возможно, это были, опять же, отношения с человеком, который действительно находится с кем-то в браке. Вы были неофициальной женой. Вот. И поэтому... Да, здесь, скорее всего, просто еще даже вот так вот положу. Вот. И, вероятно, может быть, человек пытался вернуться к своей официальной. Сейчас посмотрим. Потому что он закрывает, видите, отношения с любовницей. И закрывает. Значит, вы у меня просматриваетесь именно как дама, которая любила или любит человека, который ей не принадлежит. А он, вероятно, как с вами, знаете, закрыл отношения, да? Или вы вот какая-то его такая бывшая женщина. А точка-то здесь поставлена. Охлаждение, безусловно, видите? Вот по этой позиции. Но сейчас мы просмотрим дальше. Конечно, есть охлаждение по отношению к вам. Сейчас посмотрим, с чем оно связано. Так, а связано-то с чем? Ну, здесь, конечно, знаете, как мне прям просматривается. Вот как будто либо клеветали, либо наговоры. Потому что вот какие-то, знаете, эти... Вмешательство это было со стороны. Но я не могу сказать, что это магическое вмешательство. Это вмешательство каких-то злых языков. И вот это вот как раз пошло вот это некое охлаждение между вами. Может быть, поэтому-то вот эти позиции переворачиваются. Потому что ощущение, что оклеветали. Но при этом оклеветали как-то напрасно. Напрасно. Так, вдохновение этого человека с чем связано вообще? Хорошо, расходы ты там... За что это деньги-то платишь? За что деньги-то платишь? А он лечится, слушайте. А лечится, интересно, буквально в смысле? Или... Вот как будто, знаете, на пути к выздоровлению человек стоит. Человек как будто стоит на пути к выздоровлению. Но я не могу понять, что это на физике. Потому что мне кажется, что у него прям прояснение в голове какое-то происходит. Все вот эти вот обманы по вот этой позиции, да, они вот как-то все становятся явными. Давайте смотреть, что по отношению к вам. Что человек осознает. Хорошо. Было освобождение некое, да. Чувство, что от вас он освободился. Освободился-то. И... Ну, как-то... Слушайте, как интересно. Понятно. Тут же, по сути, вас-то как-то оклеветали. Ну, в общем, какие-то гадости или сплетни, что-то еще, да. И вот это вот как оговорили, да. Как пошло вот это какое-то, знаете, некое охлаждение. Ну, тут вот, может быть, мужчина еще подозревал в неверности вас. Или там, ну, что-то такое, да. И вот у него действительно есть ощущение, что он как будто от вас то ли освободился, знаете, то ли отмылся или очистился от мысли по отношению к вам. Вот как-то так. И при этом я так хочу сказать, что он-то... Ну, он-то находится в заблуждении, знаете, по поводу того, что вы что-то от него, ну, как-то плохо по отношению к нему ввели, понимаете себя. Ну, тут что-то сто процентов кто-то там какие-то гадости говорил или делал. Ну, делал так. Я не могу сказать, что это прямо кому-то ходили к мастерам каким-то. Не просто так на самом деле отношения-то стали разрушаться. А он, наверное, скорее всего, знаете, как, почему-то считал, что его неудачи, его неудачи там по поводу там роста какого-то финансового, еще там как-то, да, что не с вами связано. Может, вы его как-то деньги там транжирили, да, потому что вот он... Или не было денег из-за вас, или там вы его в долги вгоняли в кредиты, еще-то вот, короче, вот какой-то такой. Или вы много требовали от него, да, и он прямо вот от этого всего освобождается. Слушайте, может, у нас как раз вот это вот лечится? Хочу понять, что лечит, потому что вот этот, смотрите, вот это всегда мужская сила означает, да, мужская сила означает, вот он, вот у него расходы эти связаны. И вот тут вот это бесплодие, здесь вот какая-то история, опять же, связана с тем, что, скорее всего, именно лечится, чтобы восстановить свои функции как мужчины. тут вот как будто, знаете, потерял, потерял, ну, как сказать, вот это вот ощущение своего там сильного доминирующего мужчины, на 100%. А вот это, знаете, что за позиция, если она вместе идет? Она вообще может означать, там, допустим, тест ДНК, она, ну, мой ребенок, не мой ребенок. Может, у кого-то правда такая ситуация? У кого-то потому, что очень сильно оклеветали, понимаете? Очень сильно оклеветали, и вроде как две женщины. Я просто ребенка как такового не вижу здесь, может, просто сам факт. Если это вы, если по отношению к вам, то это, безусловно, расстояние, и то, что связь прервалась, потому что я здесь связи какой-то не вижу. Не вижу связи. Смерть, смерть от наношения идет. Что за картинка не упала? Тут выскочила. Охлаждение, смерть отношений. Хочет ли вернуть? Могли Виталий, дальше-то что? Растоптали любовь, да? Растоптали любовь чужие люди. А кто вам говорил или где вы слышали, что вы этого мужчину недостойны, или у вас в голове это есть? Прямо отказ какой-то идет. Что по отношению к вам-то? Вот смотрите, по справедливости, если он поймет, что вот это все оклеветали там, и с вот этим вот всем, собственно, разберется, то, безусловно, возвращать будет. Но здесь вот у человека, знаете, как будто какой-то морок, ну, потому что плохо про вас думает. Плохо про вас думает, но вполне возможно примирение, если ему глаза откроют, как оно все должно быть. Вы знаете, вот он как должен с повинной прийти, вот потому что здесь вот именно такое, знаете, разрушение не по вашей вине, понимаете? Здесь не по вашей вине абсолютно. Здесь вот какой-то то ли оклеветали, то ли вот все-то, знаете, замешаны были в каких-то странных делах. Но вот то, что он еще лечится как мужчина, еще тоже интересно очень, потому что, возможно, он, знаете, если есть общие дети, я просто их всегда плохо вижу, я могу их вообще не видеть, потому что у меня нет этой энергии у самой. Вот здесь, кстати, может как раз означать то, что вот мужчина думает, что может не его ребенок, знаете, вот как бывает, что после долгого времени вместе жили, да, а потом вот он считает, что ребенок не его, выгоняет людей на улицу. Такое тоже может быть. Вот здесь вот, конечно, женщину оклеветали сильно. Ну, по справедливости должен, конечно. Так, ну, такой король Пентакля у нас. Достаточно быстро все и лаконично получилось у нас рассказать по вот этой позиции. Расскажите, как проигрывается, потому что опять какая-то у нас мелодрама, да, получается. Пока с прогнозируемым счастливым финалом, но посмотрим, как дальше будет. Так, ну что, смотрим в следующую позицию. Помним, кто у нас тут? Кудрявый, да, король чаш? Кудрявый. Да мне просто их легче так запоминать. Что-то их путают прям. Ну что, посмотрим, что здесь. Вот здесь вот хочу прям с этой колоды сразу начинать, потому что Монара немножко прячется здесь. Вот тут, вероятно, опять сейчас какие-то повалят у нас приключениям. Отношения хочешь? Возвращаться будешь? Замок. Чего закрыл? С чем связано это? Все, замок. Страдать больше не хочет. Не хочу душевных мук. Страдать не хочу больше. Сердце плачет. Чего плачет-то? Ну, король чаши не часто плачет сами по себе. Даже когда их и видят, такие могут плакать. А нечего плачешь? Плачет, потому что запутался по Луне. Да, чего запутался-то? Тепла, кстати, хочет, потому что здесь Луна пока у нас ничего плохого не означает. Она уют, знаете, означает. Учего этого нет. Вот он как-то прям потерялся по жизни. Потерялся по жизни человек наш. И вот, знаете, вот он просто ищет ответы, чтобы ему прям уже дали понять, что он не там в жизни-то делает. Что он делает в жизни не так? Что ты делаешь в жизни-то не так? Замкнутый круг, да, освободиться не может. Ключик. Чему ты не можешь? Ключик к своему замку найти не можешь. Это понятно все. Но сам же виноват, да? Сам ты виноват, кудрявый мальчик. Вот он у нас, любовный треугольничек-то вылез, да? Кто от кого ушел? Кто кому тут насолил? Жизнь испортил? Вы мужчину нашли? Нет, это его бес попутал. Он прям такой говорит, да бес попутал меня. В какую-то, знаете, вот как в яму упал. Прям в яму упал. Вот и там сидит в своем колодце и смотрит на Луну. Котик, у тебя сущностей нет никаких. И предатели вокруг. Предатели вокруг, да? Тут что-то все у него тут. Все предают его. Тут любовный треугольник запутался. Что по отношению к вам-то? Давайте смотреть. Там вот, знаете, вот как будто какая-то порочная связь. При этом она так вспышкой. И вот его как-то прибило к другому берегу. Там вот как будто, знаете, неосознанное решение, которое долгое время зрело. А вот конфеткой поманили. И вот он туда навострел свои лапки, ушки и хвостик. Что по отношению к вам? По отношению к вам я так хочу сказать. Поскольку он запутался, он ни черта не понимает, где хорошо, где плохо, где темно, где светло. И, скорее всего, у него, знаете, такая немножко подмена понятий, что по отношению к вам. Он много себя накручивает по отношению к вам, так хочу сказать. Считается, что с вами развития ситуации вот нет. Хотя вроде как по судьбе. Как будто он руки опускает. Вот она развилка. Когда спрашиваю, что по отношению к вам будет ли возвращать, мы сейчас будем смотреть. Потому что там ему в своем колодце, в своем каком-то говнишке энергетическом, ему как-то сидеть привычно. Хотя плохо ему запутался. Муки у него душевные, сердечко там болит, страдает. Со всех сторон. Что по отношению к вам. Ну, он не чувствует, что по судьбе. Вот он вроде как и понимает, да и мечется, что вроде как и по судьбе, и что-то ему надо разобраться. Но вот как будто, знаете, отказ идет от того, что мужчина ваш для решения не хочет никакие принимать. Сейчас посмотрим дальше. Как будто шансы упущены, он говорит. Шансы у меня упущены. Ну, знаете, мне хочется там больше ситуации, чем по отношению к вам просмотреть. Потому что здесь-то у нас тупики, а там человек гибнет прям, понимаете. Он там гибнет. Вот как будто очевидных вещей не понимает. Думаю, что там любовь, но там какая-то порочная прям связь идет, понимаете. Вот тонет там человек. А при этом как бы у него же, смотрите, у него же иллюзия, что это настоящая любовь там. А это иллюзии. Это иллюзии. Какая расплата за иллюзии-то будет или что там у тебя? Вот морок у него, понимаете. Сердце, говорит, мое там все. Меня там лечат. Чем лечат это? А там либо нетрадиционные какие-то отношения, потому что там вот как таковой-то там семьи-то по сути нет. Он, вероятно, не хочет этого. Он какой-то, знаете, вот там с этой женщиной в тех отношениях, как в пьяном угаре каком-то постоянном. И при этом по большим силам рост души нет. Ну, то есть нет понимания, зачем ему вся эта ситуация. Вот. И внутри-то он понимает, что оно вообще все неправильно. Да, что там разрушено вообще все это. Тут вот же еще, смотрите, как. Вот ощущение, что вот как будто от урока высших сил человек спрятался. Да, вот туда ушел. Как бы между ангелом и бесом, я бы хотела сказать. Да, но там он вообще считает, что там его судьба, все там, женщина, все так как надо. Поэтому будет ли вас возвращать? Ну, считает же, что шанс упущенный сам по себе. Он же там. Он весь там вообще. Как подоворот туда упал. Его закрыли там со всех сторон. Ключи отобрали, выкинули. Сидит. Сидит там, понимаете. Что по отношению к вам? Давайте посмотрю. Все-таки шанс-то у нас есть. Да, но тут вот по отношению к кому наказание, ему или вам. Кармическая отработка идет. Вы что должны понять из этой ситуации? Что мосты разрушены, понимаете, с человека. Отпустите, пусть он там отрабатывает свою кармочку. Там ему плохо. Но вы не лезьте, пожалуйста, туда. Вы не лезьте туда, потому что, во-первых, время не пришло еще. И ваше время не пришло. И вы, собственно, должны пострадать. А пострадать-то зачем должны? Чего вы по этому человеку пострадаете сами по себе? Да, это кармическая история. Знаете, это высшие силы. Так что высшие силы? Высшие силы здесь, в принципе, достаточно неплохо. Потому что они же вам показывают, что если вы вот это вот все отпустите, у вас-то совсем другая история. У вас история с деньгами, с изобилием, в принципе, да? Вы просто как бы выходите из-под контроля темных сил, потому что, ну, на самом деле, вот эта история, которая вот переворачивается ангел и демон, вы же тоже, понимаете, разрывает от темной к светлой стороне. Вы же, наверное, мстить даже как-то хотели, да? И тоже, наверное, к кому-то хотели идти и что-то делать. Ну, может, в мыслях такое было. Я же не говорю вам. Ну, вы сейчас не признайтесь мне в комментариях, согласитесь? Вот, знаете, вот как будто вас от этого отгородили, понимаете, высшие силы, говорят, не надо там ничего делать, не лезть от этого туда. Там они пусть отрабатывают свое. У вас задача вообще другая, понимаете? У вас родовая задача сейчас стоит. А вы ее не выполняете никак, против предназначения идете. Вам рот помогает. У вас, видимо, какой-то денежный вопрос вам помогут справиться, если вы не будете эти все силы, понимаете, туда. А вы как будто, знаете, всю энергию туда думаете о нем, что-то пытаетесь ему как-то что-то помогать, как-то ждете его, да? Получается, что вы как бы энергетически привязаны там к этому мужчине. Остается это все сердце, то у вас тоже болит. И он-то это чувствует, конечно, безусловно, но, знаете, как он не осознает абсолютно. Не осознает, потому что он живет в иллюзиях, что там его судьба. Ну, так вот прям очень интересно для вас. Сейчас, секунду. Такие энергии мощные. Что отрабатываете там? Украденный. Ну, то есть здесь еще, тут смотрите, какой момент. Вот украденное счастье, это в том плане, что вам-то нужно уже все это отпустить. Не думайте, что это ваша судьба, этот человек, понимаете? Потому что у вас задача идти в материальное, задача материализовывать, да? Вам сейчас все просто шансы дают на то, чтобы выйти из состояния эмоций, да? И уходить из состояния материи. У меня прям, знаете, аж сердце сжимается. Вот сейчас прям на физике я чувствую, какому-то надо делать. Вот, потому что вы, извините меня, тоже можете все свои эти шансы профукать. Вы как будто, знаете, вот от того, что вам нужно брать ответственность и идти созидать, делать что-то материальное, вы как будто бежите, понимаете, от этого. Вы как будто бежите. Вот, знаете, вот считайте, что ваше предназначение всю жизнь против этих темных сил там как-то что-то бороться, знаете, там, может быть, в рот идти и спрашивать у своего рода, почему такие проблемы кармические. Вот вы зависли, на самом деле, в проработке вот этой вот всей, при этом не свою историю прорабатывать, а его, оно вам надо? Вот это прямо сейчас вот такой запрос от высших сил, оно вам надо? Там же такая ситуация, знаете, вы и половины не знаете, что там на самом деле происходит и в чем истинная причина, и вы туда, как бы не надо туда энергию тратить, понимаете, там всем по заслугам все воздастся. Там тоже у человека сильный кармический урок, не надо его жалеть, он это заслужил, все, что происходит. Это тоже вам такой, знаете, совет. Это как-то связано с его жадностью, либо эмоциональной, либо денежной. Спрашивает, да, с чем кармический урок связан. Вот, и сто процентов один останется. Все, не буду ничего смотреть. Голова тяжелая, слушайте, послите. После нашего короля чаш вам как бы такой совет, что человек сейчас проходит свою кармическую задачу, вот это сильно не лезть. Ну что, кудрявый наш волшебник, маг-волшебник. Вот такая была позиция по второму варианту, король чаш. Резюмирую, не надо туда энергию тратить, не надо ждать его возвращения, потому что у вас совсем другая судьба. Ну что, третья позиция. Третья позиция. Злой, да, король мечей. Злой. Разочаровавшийся король пентаклей. Слушайте, такие прям сейчас кармические отработки идут. Я хотела работать на монара, но у меня с монара получился только первый вариант. Что касается второго и третьего, здесь прям вот эта колода, поэтому сейчас мы что-нибудь с вами той же раскопаем. Нестандартная, да, не совсем, наверное, про. Хочет ли вернуться истинную причину, почему возвращается или нет. Что там у человека в жизни сейчас происходит на данный момент? Ну смотрите, медведь перевернутая, это про отсутствие покровительства, защиты, про утрату мужской силы, про утрату, ну вы знаете, когда человек прочно стоит на ногах, да, вот у него фундамент безусловно пошатнулся. С чем это, кстати, связано? Это, кстати, еще может быть связано с тем, что вот он, знаете, не может либо на деньги выйти, а у него как раз задачи сейчас идут, знаете, как материализатора, материального чего-то, у него чуть не получается, не получается. А у кого-то, кстати, может проигрываться, что мужчина ушел именно потому, что там кто-то беременный. Но я не уверена, потому что здесь у меня уже еще медведь как мужская сила и перевернутый. Падаете. Ну что-то связано вообще с продолжением Рогода. Кстати, знаете, какая сейчас информация идет? У кого-то прям проигрывается, что мужчина не смог стать отцом. Это нерожденный ребенок. Медведь здесь как отцовство, здесь как прерванная связь идет с родом. Вам виднее. Сейчас. Я что, собираю вокруг себя тех женщин, которые с магией сталкиваются? Вот прям на чистой воды вообще. Встреча с женщиной, которая занимается какими-то оккультными науками. шепчет чуть-чуть. И денег нет. И денег нет. закрывает по ним. Ну, закрыто все вообще. Здесь какой-то безденец, что ли, у нее-то у него. или делает что-то на деньги, да? Ну, вот. Опять же, человеку дороги закрыты. Дороги закрыты здесь. Может быть, не может иметь детей, поэтому решает перевязать к себе. Но для него, понимаете, вот эта встреча, она, с одной стороны, важная. Кармическая какая-то, да? Она нужна для проработки. Но мне тут так тяжело вообще идет сюда. Ребенок переворачивает. Я просто уж кому-то в комментариях говорила, когда я вижу вот эту вот всю эту тяжесть, знаете, нерожденные дети. Я такое не хочу смотреть. Я даже не хочу такое озвучивать. Я думаю, что вам четко, да, в камеру видно, какие карты я вам тащу, какие попадают. Поэтому, пожалуйста, интерпретируйте согласно своей истории. Мне это очень трудно делать. Фу, капец, как тяжело. Вмешательство третьих лиц. Сокрытие пути идет, да? Ой, слушайте, тут столько боли, тут столько слез. Тут вот женщина прям кричит о том, что почему справедливости нет? Почему не накажет ее? Почему такие люди живут на этом свете? Неужели они понимают, что все придет ей? Капец. Я, пожалуй, возьму другую колоду, потому что колбасит, так что не дай бог. Все время хочется эту историю перекрыть все. Что по отношению к вам? Герой-любовник. А он не может, знаете, реализовываться по отношению к вам как герой-любовник. Он может закрывать все. Вроде как принимает решение уйти, да? А вы это как раз, понимаете, вот этот шанс на то, чтобы что-то материальное делать в этом мире, да? Чтобы там, может быть, я не знаю, семью создавать там, понимаете? продолжение рода, а тянет его к вам, понимаете? Тянет его к вам-то. И он чувствует, что тянет. Сейчас дальше буду смотреть. Как будто карма, знаете? Он считает, что страшный суд, что вот вы не можете быть вместе именно по страшному суду, а не потому, что там навертели на него непонятно, что. Там какая-то... вот вы именно та женщина, да, с кем он прям идет мне, что может не плакать, да, что он как-то расслабляется, освобождается. Ой, блин. Сейчас. Женщина, с которой я хочу жить. Что по отношению к вам? А у вас дом, понимаете? Дом, отношения. Вмешивается, да, вмешивается опять у нас третьи лица, что-то разрушение прям идет. Ну, тут вот какая-то, я же говорю, что колдует. Разрушенный дом, да, или вот зло проникло в дом. Ну, что-то такое. Зло в доме. Чего озвучивать, то, что увидела, или сами все увидели. Тут сто процентов какая-то фигня, идет на то, чтобы это все разрушено было. Ищите какие-то подклады. Единственное, что могу сказать. Ищите какую-то подкладу в доме. Ищите. Ну, тут прям намагично. Намагично, сильно, привет. Замок сделан на... Знаете как, чтобы увидели, или чтобы что-то сняли. Вот эти карты упали у меня, прям выпали из колоды. Ой, обман какой-то в доме. В доме какая-то гадость. Гадость какая-то в доме. Нет сил. Нет сил у человека. Даже прям, знаете, вы как будто держаться не за что. Что вам делать? Что вам делать? Снимать идти. Читать, отчитывая, что... Надо, да? По инициативу. Долгое время ничего не делаете, мне говорят. Шансы есть. Шансы есть, но надо снимать. Как именно снимать, не буду подсказывать, потому что сейчас моя интерпретация пойдет на это все. Высшие силы подскажут. Все. Ищите советы, спрашивайте там. Понимаете, ищите силы урода, свою поддержку, потому что не у всех это церковь, скажу сразу. Я вообще эти вещи не озвучиваю. Хочет, но не может. Если, ну, вопрос по поводу отношений. Хочет, но не может. В доме что-то. В доме что-то. Ну что, жду ваш рассказ. Думаю, что вы понимаете, да, о чем рассказала вам. О чем рассказала. Тяжелый очень был слушать. Правда, тяжелый, как вы с этим справляетесь. Я так понимаю, что это вообще не первый год тянется. Вот эти вот все, знаете, там магии, привороты. Я уже говорила о том, что это вот какая-то кармическая штука, которая в любом случае как-то высшим силам выгодна. И есть какое-то понятие на высшей справедливости, которая нам не свойственна никак. И вот то, что сейчас с мужчиной происходит, что он просто сейчас проходит через огонь, воду и медные трубы. Ну, это так и надо, наверное. Знаете, не нам с вами судить. Ну, тут точно хочу сказать, что помощь нужна. Расскажите, как проигрывается третий вариант. Очень интересно мне, что там у вас с человеком происходит. Ну что, посмотрим тебя, первый любовник. Нет, все-таки я буду смотреть себя на Монара, потому что знаю, что мы сейчас опять вылезем куда-нибудь с тобой в проработку кармических историй. Там недостаточно на сегодня. Ну, хотя, если надо будет, конечно, безусловно. Будем тебя там просматривать. в отношениях не хочешь. Ну, флиртовать точно не хочешь. Из иллюзий хочешь выйти. А с чем связана эта иллюзия? Считаю, что что-то не по судьбе. А что не по судьбе? А, у тебя как будто такой зависимый сценарий, что ты предпочитаешь... Ну, либо женщина в тебя влюбляется, да? Ну, а тебе это не надо совсем. Ну, устал, да? Устал просто быть победителем по жизни. А что ушел-то? А, две женщины, да? Да кто-то сомневался. Это король жезлов и без женщин, да? Ему же женщины как дышать, как воздух. Инициативу сами проявляют, да? Это не я, говорит. Это они типы. Ну, детский сад сбоку бантик. А ушел-то-то чего? Или не ушел? Просто отношения ни с кем не хочешь. Что по отношению к женщине, которая просматривается? Ну, точно не хочешь флиртовать, да? Не хочешь в игры какие-то играть. Чувствую, что новый шанс либо сваливать, либо, соответственно, строить отношения. С чем связан-то шанс твой? Стабильности не хочет. Гулять хочет, да? Гулять хочет. Разочарованный. В чем разочарован-то, скажи? В легких отношениях разочарован. В женщинах, да? Там что-то они там... Ты флиртуешь, и не флиртуешь. Чего-то тебе это все не устраивает. А чего хочешь? Один, говорит, хочу побыть. Один в себе подумать, и чтобы, собственно, все было по моим правилам, да? Не хочу, говорит, ни во что вникать. Не хочу ничего тут. Какие-то строить отношения, четко там контролировать, не контролируют. Все, все, все по легкости человек хочет. А вернуть-то хочешь? Сложно говорить. Он что, уже женатый, что ли? Страшно, страхи какие-то необоснованно. С чем связано? Он говорит, просто не примет она меня больше. Обижена на меня, что я такой шалопай, разглядяй. Внутри такой, знаете, у него, ну, ребенок активируется, да, что он. Вот, если я к ней приду, я уже не смогу жить по своим правилам. Вот она будет мной руководить, потому что я, вроде как, виноват. Я ее, говорит, обидел сильно. Самое интересное, что сам обидел, а потом, собственно, ушел то ли в загул какой-то, то ли что. Или, может, как раз из-за вот этих вот загулов и прочего, да? Но там есть, конечно, чувство вины, безусловно. Вот, может, как раз и есть эти обиды. Знать, да, зависимые отношения, ну, то есть один любит, другой позволяет себя любить. Знаете, вот невозможно, опять же, выйти из вот этих отношений, да, то есть вот как будто они по кругу, поэтому он, в принципе-то, и боится как-то возвращаться, потому что считает, что не прожитая эта вся история, да. Он как раз только освободился от нее, вот, не хочет настроить никакие отношения материальные, соответственно, как-то реализовываться, да. Хочет вот это вот, ну, то есть каких-то встреч, вот, каких-то там, может быть, мимолетных, может, еще что-то, да, потому что не чувствует себя-то сейчас вот этим королем огня, который себя всегда заявлял, вот, потому что он в семье не может проявляться, понимаете, так огненно, как бы он хотел проявляться, да, ему уже это важно вообще там флиртовать, как-то подслеживать, вот. Ну, наигрался, безусловно, наигрался во все это, да, и он такой, хочу еще говорить что-то нового, а что именно, не могу понять. А к этой женщине или к другой? А вы замужем, что ли? Ну, как бы он хотел, он бы хотел, чтобы вот это вот все было там. Конфетно-цветочно-букетные. Ну, мы сейчас здесь посмотрим, и уверена, что здесь легко все не будет, потому что истинные причины посмотрим, да, с чем связано. То, что он не хочет просто ни с кем, он не хочет отношений, то, что он там как-то вас будет возвращать. Как-то он так снисходительный, знаете, к женщин вопрос. Вот для него на самом деле очень важна его свобода, в первую очередь, его огонь, понимаете, это его как воздух, понимаете, весь этот флирт, огонь и так далее, это все ему надо очень, безусловно, ему надо. Он привык играть, понимаете, он привык там как-то манипулировать, этим управлять всем. Вот, он привык там вводить в заблуждение людей. Вот такой вот он, знаете, персонаж, который, знаете, кажется, что с ним хорошо, легко и приятно и понятно, а потом, собственно, все вот наши радужные ожидания все переворачиваются, накрываются медным тазом. Вот такой вот человек, да. Закрытый достаточно. То есть вот эта вся его поверхностность, это не что, она как маска, понимаете, вот он так вот просто в себя не хочет пускать никого, да, не хочет пускать, а на самом деле у него такая достаточно низкая самооценка и скорее всего тоже что-то может быть либо с детством, либо с юношеским периодом связанное, тяжелое, потому что связь с отцом разорвана, связь с родом, с мужским разорванным. Он не может, знаете, как пройти до конца инициацию, когда из короля Жезлов становится королями Пентаклии. Вот он застрял, знаете, в переходном периоде, как это называется, между небом и землей. А дома там что? Что в стабильности это происходит? Ну он же еще такой, знаете, он прекрасно понимает, что женщине надо что-то дать, а дать-то он не готов, да, там, ну там, дом, стабильность, вот это вот все, он же дать это все не готов. Ну сам по себе, да, и он прекрасно понимает, что нужно уже как-то выходить из этого состояния, потому что она его тоже подзадолбала, все, что его воспринимает, видимо, этим зайчиком-попрыгайчиком. Вот, но сам человек не понимает, что он именно эту историю транслирует. Он как-то пытается очень легко, там, знаете, по жизни порхать, как-то, как, я не знаю, птичка. Да, вот, и при этом очень ведомый человек, несмотря на свою огненность и так далее, он очень, знаете, такой падок на похвалу, налезть, да, и действительно ваше отношение в его жизнь могут вмешиваться, понимаете, как бы третьи лица, и вот они вроде ему дают советы, и он их советы, ну как бы сказать, воспринимает за свои, поэтому по сути ничего со своей жизнью не делает, понимаете, ему как бы говорят-то уже о том, что вот смотри, есть как бы люди в твоей жизни, которые могут тебе руку помощи протянуть, да, ставить мостом к твоему, там, я не знаю, жизни, предназначению, деньгам и прочее, а ты сидишь, типа, ножопи ровно. Что по поводу отношений-то? И в принципе его так вам толкают, вот по паруснику, да, вот как бы толкают и говорят, как бы, что вот эти вот все твои, там, ну, может быть, страхи, да, там, еще какая-то история, оно все надуманное на данный момент, да, то есть есть люди, которые могут тебе помочь с реализацией, а здесь как бы ваша задача-то как раз помочь им с реализацией, понимаете, здесь на самом деле человеку нужны отношения с вами, они ему очень нужны, и вероятно, вы это чувствуете как-то, да, есть у вас притяжение друг между другом, вот будет вас возвращать или нет, это, конечно, знаете, как, возможно, вы на это надеетесь, но не сейчас, либо, знаете, дороги закрыты, потому что усадник у нас переворачивает, сейчас посмотрю, с чем связано. С чем связано? Ну, понятно, что он инфантильный и прочее, 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 а что дома-то не получается? Ну, вероятно, знаете, он что-то не может вам дать, понимаете, он не может вам дать, вот, у него какие-то эти вечно проблемы с реализацией, того, что вот, ну, знаете, нужно что-то материальное делать, потому что чуть что, у него начинаются какие-то проблемы, он так не хочет идти в материальное, да, он не хочет как-то взрослеть, понимаете, Вот, он не понимает, что работать нужно, да, может, он, кстати, потерял работу, и поэтому как-то боится с повинной головой к вам прийти, потому что ему буквально не на что на вас содержать, не на что вас содержать, да. Вот, и ему бы, хотелось бы, знаете, как, если возвращаться к вам, то в другом совсем статусе. А он, знаете, такой, как Фигара, здесь Фигара там. И, знаете, как еще бывает, что он-то еще что-то строит, вот, но это, знаете, получается как ворованный статус, то есть здесь человек может строить из себя больше, чем на самом деле представляет, как-то обманывать вас, знаете, там пыль в глаза пускать. Опять же, вот, вроде как любовь есть, но я сейчас хочу вытащить подтверждающую карту. Знаете, здесь, конечно, любовь больше похожа на какую-то внутреннюю душевную благодарность, когда вот именно благодарность души по отношению к вам. Такая, знаете, более чистая, наверное, любовь, да. При этом это любовь, которая не может быть реализована сама по себе, да, это разрушенная такая любовь, да. Разрушенная любовь, вроде как нужно из этого состояния освободиться. У меня вот четкое ощущение, что вы с этим человеком просто по кругу ходите. То есть такие, знаете, эмоциональные качели. Туда-то нет, туда-то нет, туда-то нет. Либо он, знаете, 10 раз подумал начинать как-то с вами отношения или нет. Ну, какая-то такая история, да, тупиковая достаточно сейчас на данный момент, потому что человек вообще незрелый, и вы, возможно, даже не воспринимаете, ну, как сказать, может быть, вы даже не воспринимаете эту ситуацию, что он абсолютно инфантильный, да, и, в принципе, в этих отношениях тащить будете вы. Безусловно, тащить будете вы в этих отношениях, да, и вам это говорят, ну, вам это нужно, да, либо мы будем, ну, давать человеку два пути, да, либо он, соответственно, взрослеет, вот, и совсем в другом статусе возвращается к вам, да, и вас возвращает, либо, соответственно, он остается при своем. Так вот, давайте посмотрим. Направо, если остается при своем, что у него? А если остается при своем, то, в принципе, это теряет и благосостояние, и поддержку рода, и так далее, да. А если уходит, если взрослеет? Если взрослеет, прекращает просто внутреннюю борьбу, понимаете, которая у него внутри происходит, потому что он сам все разрушает, все, что можно, он разрушил сам, или разрушает сам ваш король жезлов, вот такой персонаж. Ну, он, знаете, как просто как подросток, у него внутри эти звездные войны просто, и, знаете, непонятно, кто победит, и в чем суть войны. Там, знаете, вот у него такой еще момент, что он может вполне угодить в какую-то, знаете, дурную компанию под дурное влияние, если он не повзрослеет, понимаете? Здесь он просто запутается в жизни там своей, да, безусловно. И вот, знаете, его, вот я здесь как ребенка не вижу, я здесь вижу, что у него произойдет, конечно, взросление, но очень болезненное само по себе, да, что он как-то, с одной стороны, застрял в своем инфантильном состоянии, с другой стороны, все равно же его будут выводить-то в состояние взрослости, он же не может постоянно быть инфантильным ребенком, может, тогда задача рода не проработает свои, понимаете? Спрашиваю, что по отношению к вам, ну что, как всегда, как всегда, любовные треугольники, что тут по отношению к вам, да, кого любит-то вообще, кого любишь-то? Себя. Ой, себя любит вообще. Понимаете, этот человек любит того, кто его любит. Вот это самый главный ключ. Вот если вы его любите, он вас любит. Если нет, соответственно, нет, да, вот у него вся любовь так выстроена. Ну, интересный персонаж, слушайте, очень интересный персонаж. Еще раз про отношения. В чем смысл-то? Ну, как наиграется, понимаете? Как наиграется. Потому что здесь ему, конечно, шандрахнется, эта история, вот, когда он просто заиграется, понимаете, заиграется и отлупит его там нормально, так, знаете. Потому что рот уже устал наблюдать за всей этой ситуации. И самое интересное, что если бы он бы, как бы, понимал бы вообще, как, ну, найти поддержку рода, а у него очень сильный рот, кстати, там бы и деньги вообще были, и, в принципе, достаточно легкие деньги там, и по жизни-то вообще все было, если бы он так не косячил бы. Если бы человек просто вовремя повзрослел бы, да, там, восстановил какие-то связи, я не знаю, там, с родом, там, с отцом, может быть, это опять же было какое-то тяжелое детство, помните, там, где у нас медведь переворачивается, в самом себе. Вот, ну, такая вот история. Человеку надо повзрослеть. Ну, тут, по крайней мере, тьфу-тьфу, без чернухи. Вот это меня радует. Мне кажется, что уже все расклады, которые без какой-то чернухи и магических вмешательств, это для меня как свет в окошке. Честно говоря, так устала от того, что люди абсолютно, как сказать, не контролируют все вот эти процессы, не понимают, что могут откаты какие-то получить. То есть, здесь вот, пока на него никто не намагичил своего бога, не вижу такого. Больше, конечно, потерянный по жизни человек. Озорной гуляка. Озорной гуляка. Ну, что, вот такой вот у нас король жезлов был. Заканчиваю расклад на четвертой позиции. Расскажите в комментариях, как проигрывается. Очень интересно, что там у нас за персонаж такой получился. С вами была я. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, если нравятся расклады. Пишите в комментариях, расклады на какие темы вы хотели бы от меня увидеть в ближайшее время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!